Время новостей на телеканале Санкт-Петербург, в студии Наталья Карманова. Здравствуйте и коротко о главных темах этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Петербурге завершается отопительный сезон. Решение о прекращении регулярного теплоснабжения принято в связи с повышением температуры воздуха. Напомню, продолжительность отопительного сезона зависит исключительно от погоды. Решение принимается при установившейся в течение пяти суток средней температуры плюс 8 градусов и выше. Так, например, в прошлом году батареи в домах петербуржцев стали остывать 13 мая, а в 2020-м только 26-го. В этом сезоне квартиры отапливали 244 дня. На портале и в мобильном приложении Единая карта петербуржца продолжает работу интерактивный сервис «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни. Сейчас горожан спрашивают, за что они любят свой город. Ведь одни жалуются на плохой климат и влажность, а другие не представляют себе жизни без белых ночей, дворцов и мостов. Принять участие в проекте «Городской диалог» могут только авторизованы на портале ЕКП пользователей. Им будут доступны дополнительные возможности Единой карты петербуржца. В Петербурге сегодня прошла межконфессиальная спартакиада. В ней приняли участие православные, католики, мусульмане, буддисты, иудаисты и протестанты города. Всего 8 команд. Спортсмены сыграли в мини-футбол, настольный теннис, шахматы, а также преодолели полосу препятствий ГТО. Как отметил председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, это едва ли не единственное соревнование, где победа не имеет такого большого значения. Самое главное единение вне зависимости от национальности и вероисповедания. Здесь не может радовать самоцель этого мероприятия. Ведь действительно, мы с вами здесь не для победы. Мы с вами здесь для общения, для дружбы, а самое главное, для взаимовыручки и уважения. И Санкт-Петербург славится этими традициями. Межконфессиональная спартакиада прошла в северной столице уже в седьмой раз. Эти состязания стали не просто традиционными. Теперь они своеобразная визитная карточка религиозной жизни города на Неве. А вот что касается больших спортивных событий в Петербурге. Число отмен международных соревнований в северной столице пополняется. Список отечественных спортсменов, которых не рады видеть по ту сторону. Но граница увеличивается. Сценарий не новый, причины известны, почему история ничему не учит. И есть ли возможности начать все сначала, выяснял Александр Буренин. Финал Лиги чемпионов 2022 года не пройдет в Санкт-Петербурге. Это решение было одним из первых в цепочке спортивных санкций. Вообще, спорт и мировая политика в той или иной мере пересекаются постоянно. Так, в том же футболе некоторые национальные сборные или клубы из некоторых стран не пересекаются друг с другом во избежание конфликтов и скандалов. Но порой происходят и прецедентные случаи. Так было в 2019 году, когда полузащитник лондонского арсенала Генрих Мхитарян из Армении не поехал на финал Лиги Европы, который должен был пройти в Баку. И вроде бы официально ему этого никто не запрещал и по дипломатическим каналам даже обещали поспособствовать, но лондонцы просто решили не рисковать. Кстати, тот финал они проиграли Челси, проиграли разгромно и во многом это тоже связывали с отсутствием ключевого на тот момент футболиста. Павел Васильев, болельщик «Зенита», 24 февраля был на выездной игре с испанским «Бетисом». Тот матч стал последним для российских клубов на европейской арене. Конечно, как фанаты мы, наверное, надеемся всегда на победу. Хотелось, естественно, победить. И матч на самом деле был хороший. Как это звучит, конечно, достойный вылет. Ну это глупо, но хорошо играли. И да, конечно, уже понимали, что, наверное, нас дальше не пустят, ну либо будет UEFA что-то решать. Уже через день стало понятно, что и в случае победы клуб бы дальше не пустили. А сам Павел после той игры поменял билеты и успел вернуться последним рейсом, который пролетел по привычному маршруту. Затем их стали отменять. Некоторые фанаты возвращались из Испании через Сербию, Турцию и Амстердам чуть ли не неделю. А это аэропорт Пулково, 11 мая. Боксер Дмитрий Бивол вернулся со счетом, точнее с чемпионским поясом из Лас-Вегаса, одолев мексиканца Канелло. Говорит, старался не обращать внимания ни на что, думая только о боксе. Получилось. Зал принял, как бы, это, и никто не возмущался, ничего. То есть они, как бы, поздравляли. Многие мексиканцы потом сжали руку, говорили, теперь у меня появился новый любимый боксер, еще один. Этот бой многие предлагали отменить, не допустив Дмитрия в ринг. Но крупнейшие боксерские федерации – это действительно про бизнес и имидж, а не про политику. 20 тысяч зрителей, битком в Лас-Вегасе, все билеты проданы, права на трансляцию через стриминговые каналы проданы. Поэтому руководители этой компании стриминговой, в частности, сам Эдди Хирн, они спросили этих умников, вот ты заплатишь неустойки? Нет, я не заплачу. Поэтому бой состоялся, конечно. До 2022 года самым громким политическим жестом в истории спорта был бойкот Олимпиады-80 в Москве капиталистическими странами. И наш ответ Чемберлену – пропуск игр 1984 года Советским Союзом и странами соцлагеря. Представители некоторых стран, бойкотировавших игры, все-таки приехали в Советский Союз тогда самостоятельно. Великий гонщик Никки Лауда оплатил поездку своей землячке Элизабет Тойрер. И она взяла золото. Вообще, спустя 40 лет удивляешься пересечением судеб. Ведь также на Олимпиаде в Москве золото и серебро взял британец Себастьян Коу, ныне президент Международной Федерации легкой атлетики. В 80-м году он сам выбрал спорт, не желая терять золотую мечту. А сегодня ратует за полное исключение российских спортсменов из всех соревнований. Такой вот локальный пример двойных стандартов, которые сегодня действуют уже в международном масштабе. Волонтеры службы спасения животных вызвалили из-под старых бетонных плит собаку, которую бросили умирать. Несчастное животное на объездном шоссе обнаружили дети. Старенький пес с бельмом на глазу, завернутый сначала в мешок из подстроительного мусора, затем в холстину и сверху в наволочку, был практически обездвижен от голода и обезвоживания. Сев после того, как его достали волонтеры, он тут же упал. Собаку незамедлительно отвезли к ветеринарам, которые сейчас борются за ее жизнь. Напомню, согласно российскому законодательству, подобный поступок предусматривает уголовную ответственность. Живодер может получить крупный штраф или лишение свободы сроком до трех лет. Только за последний месяц со счетов петербуржцев похищено более 20 миллионов рублей. Телефонные мошенники представляются следователями, полицейскими или работниками банков, сообщают о попытках кражи денег со счета или оформления кредита. Рассказывают, что родственник попал в аварию и требуются деньги на операцию, или чтобы не возбудили уголовное дело. Еще один способ обмана – замена и ремонт водопроводного, электро- и газового оборудования. Полиция и сотрудники уголовного розыска предупреждают, не впускайте в квартиру незнакомцев и не отвечайте на сомнительные звонки. В Петербурге подвели итоги студ-весны. Галоконцерт проходит в эти минуты на одной из городских концертных площадок. Кроме награждения победителей, сегодня объявили состав делегации, которая будет представлять северную столицу на российской студенческой весне в Самаре. Конкурсные отборы в Петербурге проходили в апреле, и самых талантливых и артистичных выбирали в девяти номинациях. В категории «Художественное слово» победу одержал студент 5-го курса ГУАПа Валерий Гулябин. Заявлено вообще на 100-двесну более 2000 участников. Я не знаю, сколько было в театральном направлении, но 12 часов жюри в театральном направлении смотрело участников. В этом году, отмечают организаторы, была колоссальная конкуренция и рекордное количество заявок – 1765. Лучших из лучших отбирали настоящие мастера искусства. Кроме строгого кастинга, они дали несколько мастер-классов участникам студенческой весны. Существовало, как и в прошлые годы, множество критерий. Мы тоже не стоим на месте. Каждый год мы эти критерии обновляем. Это и актуальность, и востребованность, и привлеченность молодежи в свою команду, и современные актуальные номера. Поэтому критерий было очень много. Они были все четко соблюдены. У нас было 39 экспертов, профессионалов своего дела, которые объективно отбирали всех ребят на конкурс. К путешествию на федеральный этап студенческих состязаний готовились целый месяц на суд жюри. Кроме своих номеров, они представят театрализованную программу «Ритм чувства» и «Первый снег». Это настоящий мини-спектакль длиной 23 минуты. О том, как будут развиваться события, мы расскажем уже в следующих информационных выпусках. Увидимся на телеканале «Санкт-Петербург». Всего доброго дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова